Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, и со мной сегодня Карина Ракелян, и я безумно счастлива тебя видеть на своем канале. Всем привет, ребята! Я тоже рада видеть и ребят, и Юлю рядом со мной, так что это будет офигенное видео. Конечно же, вы знаете, это моя новая рубрика тем, она уже, наверное, не новая, но все-таки, как и во всех видосах, вначале скажу, что, во-первых, мы сегодня будем с Кариной вместе читать ваши истории на тему отношений, и мне много писали, Юля, сними с кем-нибудь эту рубрику, чтобы услышать не только твое мнение, но и мнение твоих друзей, близких, парня, мамы, подруг, и поэтому я решила, что первый гость будет Карина. И я уверена, это будет прекрасно, потому что мы тут с Юлей нашли одну чудесную схожесть, мы очень любим поболтать, прям, причем побольше высказать мнение, привести какие-то примеры, я люблю балаболить, так что сегодня вы услышите очень много советов, и, возможно, услышите вашу историю, которую вы писали Юле на почту. Ты такая профессиональная, как понять? Ты хорошо говоришь. Истории разные, надеюсь, что мы сможем вам помочь, но если вдруг кто-то подумает, что мы говорим какой-то бред, и, типа, вам это не подходит, то просто забейте на это, послушайте, не знаю, делайте для себя какие-то выводы, потому что мы будем делиться своим опытом, своим мнением, и не факт, что наш опыт или наши советы подойдут вам, просто прислушайтесь, ну и давайте помогать друг другу разбираться в сложных жизненных ситуациях. Погнали! В общем, мне безумно интересно вообще послушать и твое тоже мнение, поскольку у нас с тобой и возраст разный, и как бы, ну, разное такое поколение, скажем так, хотя не такая уж прям супер большая разница в возрасте, но... Пять лет, Юль, ну так-то нормальная разница, но мне кажется, выглядим мы одинаково, прям. Ну я просто, мне кажется, я уже выгляжу как кормящая мать. Почему это кормящая мать? Нет, нет, нет. Ну ладно, я просто люблю себя престарить маленько, вот. Вообще, я считаю, если вдруг кто-то напишет, типа, какого фига Карина выглядит старше Юли, пошли нафиг. Вы знаете, в 16 лет я выглядела, мне кажется, лет на 30, Карина, мне кажется, выглядит просто от гена. Нет, я сейчас выгляжу лет на 30. Не знаю, мне очень нравится. Ну мне так многие говорят. Мне очень нравится, потому что любят люди написать, знаешь, про макияж, типа, что так ярко, что так много, если человеку нравится в этот период жизни, это же кайф, никогда нельзя никого осуждать. Я ходила, блин, вы мои ресницы видели раньше, это вообще ужас. Вот как я Юле говорила. Она говорит, что ей кажется, что когда-то она тоже такая, типа, блин, ногти, а мы с ней угорали, потому что ее стебут за ногти, ну, как так стебут. То, что мы типа чем-то схожим уже с Юлей, сколько находим общих моментов. Мне, например, говорят, Карина, у тебя чересчур длинные ногти. Юле поговорили про ресницы, гусеницы. Юль, у тебя ресницы, гусеницы. И мы с ней ржем, и такие, типа, блин, когда нужно остановиться? Ну, типа, где этот предел? Никогда. Грани нет, нет грани. Пока у тебя там, я не знаю, глаз не отвалится, а у меня палец, мы не поймем. Ну, нравится. Нравится. Ну, что, отстаньте, нравится нам. Привет, мне 20 лет, и у меня есть парень, и у этого парня есть лучший друг. И так получилось, что и я этому другу понравилась, и он мне. Парень знал, но не обращал внимания, но через какое-то время мы с другом все обсудили. Он сказал, что если я буду свободна, то можно попробовать, но не сейчас. И так сказать, разошлись. Если что, никакого интима или тому подобного не было, я продолжаю встречаться с парнем, и вот не могу разобраться, люблю ли я его. В отношениях мне бывает скучно, работать над ними я особо не хочу, но он делает все, чтобы мне было хорошо, и так далее. Что делать, как понять, что по-настоящему любишь человека? Что ты думаешь? Слушай, ну, я на самом деле даже не знаю, что я думаю. Как бы, если человек уже, будучи в отношениях, задумывается насчет того, что нравится другой, это уже не отношения, и это, мне кажется, больше привязанность. Не думаешь? Да, 100%. Когда с человеком ты долгое время, и все равно заглядываешься на других парней, и как бы, и тем более, это его друг. Вдруг, вот у меня, как бы, есть и была подобная ситуация, вот, и, как бы, я поняла, что я не могу быть с этим человеком, потому что такие мысли уже недопустимы. Да, да. Как бы, если человек считается твоим парнем, то, по моему мнению, как бы, рядом даже никто, помимо него, стоять с тобой не должен, как бы. Ты должна считать его, как бы, лучшим, ты должна считать его опорой, мужчиной, и, как бы, это, ну, это, мне кажется, такие первичные отношения, то есть опыт. Да, я думаю, что это, знаешь, на самом деле, очень показательная история, потому что, когда ты любишь человека, и, вот, я всегда думаю, как понять, что ты любишь человека? Ну, как минимум, даже, вот, есть легкие примеры, вот, ты любишь человека, и ты хочешь быть только с ним. Если, вот, как только у тебя появляется мысль про какого-то парня, типа, блин, он такой красивый, вот бы там, ну, допустим, да, вот бы он обратил на меня внимание, я бы сразу ушла от своего, типа, там, к нему, или вот бы нам с ним замутить, ну, что-то такое-то, я так... Мысли об изменах, желание, там, я не знаю, поцеловать его. Да, это сразу, как бы, тебе может, ну, ответить на твой вопрос, любишь ли ты своего парня, потому что, если такие мысли вообще появляются в твоей голове, значит, нет. И, по поводу того, что, типа, мне скучно в отношениях, ну, для меня это тоже, знаешь, я, во-первых, никогда не могу понять вот эти приколы, типа, нужно взять перерыв в отношениях, потому что, если вы вообще начинаете об этом думать, говорить о том, что, возможно, нужно сделать перерыв, паузу, это значит, что уже плохо. То же самое, что возвращаться к бывшим. Если вы один раз расстались, значит, уже все плохо, да, уже нет смысла. Да, значит, не нужно продолжать, и то, что это ненадолго, как бы, это тоже должно говорить в первую очередь об этом. Вот у меня были отношения, мы с молодым человеком расставались, ну, раз пять, наверное, и сходились, расставались, сходились. Ну, по молодости такое бывает, у меня тоже было. Да, 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 ну, понимаешь, что вот последний раз, когда мы вот уже все, поставили точку, уже два месяца, как бы, мы не вместе, он до сих пор думает, что что-то у нас получится. Как бы, что мы где-то пересечемся, какие-то сообщения продолжаются, но я поняла, что, как бы, нужно рано или поздно делать такие выводы и, как бы, принимать решения, если ты не чувствуешь максимально открытой себя с этим человеком, вот. А ситуация с девочкой, ну, мне кажется, что это не очень хорошо, да, когда ты в отношении... Получается, ты обманываешь и себя, и его. Да, и себя, и парня, и когда вот она написала еще вот в этом сообщении, что, как бы, развивать отношения не хочу... Да, типа, работать над отношениями, ну, как бы, я не знаю, зачем тогда... Зачем отношения? Да, самое ужасное, это когда ты помимо того, ну, понятно, ты себя обманываешь, окей, это уже твои проблемы, но мне кажется, так, ну, не клево обманывать человека, который ради тебя, там, вот, как она написала, он, типа, все делает, чтобы она была счастлива, чтобы у нее все было хорошо. Ну, блин, я просто знаю такие истории, мне, ну, очень грустно, потому что не все люди понимают и чувствуют, когда их не любят и ими пользуются. Конечно, конечно. И мне очень больно за таких людей, потому что в силу неопытности, либо просто непонимания, они, ну, не видят вот то, что человек просто вот думает, хочу я быть с ним или не хочу быть с ним. Это же так некрасиво, просто поставьте себя на место этого человека, и я просто не представляю, это так больно, наверное, вот. Ну, это уже как предательство, тем более, ну, это странно то, что парень догадывался об этом, как она написала, но, в принципе, не придавал значения. Я тебе говорю, что есть просто такие люди, я это тоже вот с каждым днем познаю все больше и больше. Любят, но закроют глаза. Да, и это самое тоже, знаешь, мне так грустно за этих людей, потому что я понимаю, что они просто любят чистой любовью, им все равно, они просто хотят сделать все для этого человека, но человек вытирает ноги, грубо говоря, да? Да. И, ну, это просто не делайте так, потому что всегда думайте о том, что к вам может такое вернуться. И мне даже мои родители и мои знакомые говорили, вот, если рядом с вами находится человек, вы в отношениях, и вы думаете насчет того, что, как бы, вот, о чем мы сейчас Юле говорим, мне может понравиться другой парень, или вот этого я, как бы, хочу поцеловать, или у меня влечение к другому парню, или я думаю, блин, я не хочу развивать отношения, и у меня, возможно, получится что-то с кем-то другим, вы поставьтесь вот этого человека рядом с собой и задайте вопрос, а хотела бы я связать будущее с этим человеком, создать с ним семью, сделать его лучше, жить с ним вместе, получится, по вашему мнению, или у вас жить вместе, там, например, хотя бы месяц, как часто вы ссоритесь, если вы отвечаете на этот вопрос в отрицательную сторону, тогда зачем это все нужно, ребят, вот мне объясните, пожалуйста, мне кажется, что это уже неправильно, это всего лишь привязанность, вот у меня как было, я встречалась с парнем полтора года, и мне казалось, что без этого человека я не смогу ничего, он постоянно мне говорил, Карина, у тебя вот это не получится, ты тупая, тебе вообще нужно читать книжки, ужас, постоянно, вот, при любой ссоре он просто пытался выставить меня тупой, и, как бы, я понимала и внедрила себе, что, да, что я смогу, якобы, без этого человека, как бы он для меня опора, он для меня человек, с которым я везде хожу, который меня поддерживает, и потом я поняла, что, как бы, я качусь на дно, что, вот, именно вот с таким отношением у меня пропадает желание снимать видео, у меня пропадает желание вообще, как бы, с ним видеться, потому что каждый раз просто гасят, ссора, да, и я поняла, что, ну, этот человек, это явно не мое будущее, и что отношений у меня с ним дальше не будет, такие вот дела, я считаю, что не нужно бояться расставаться, потому что, если вы чувствуете, что вы несчастливы, вам плохо, то лучше расстаньтесь и встретить человека, который не будет там вас гасить, который будет вас любить, и вам будет с ним тоже хорошо, и вы будете чувствовать себя с ним комфортно, да, и думать о будущем совместно, потому что я тоже, знаешь, вот, ну, как бы, вот, мои прошлые отношения, я знала, как будто бы всегда я знала, что мы не поженимся, у нас, ну, не будет будущего такого, то есть я это знала, но при этом мы, как бы, были вместе, я не знаю, о чем я думала, ну, как бы, были же времена, когда все было хорошо, и ты же не можешь, вот, типа, а вдруг получится, ну, ты же никогда не знаешь, по сути, ты можешь, ну, типа, да, и просто в какой-то момент главное, ну, типа, осознать это и понять, почувствовать реально, хотите вы этого или нет, просто, если вы чувствуете, что вы хотите, реально хотите замуж за этого человека, детей, то кайф, то пить, ну, за то, чтобы всё было классно, работать над отношением, если вы чувствуете что-то, вот чуть-чуть, вот даже сомневаетесь, то, скорее всего, это не ваш человек, да, да, вот прям именно в точку, ну, а что я могу посоветовать вот этой девочке, просто поговорить со своим молодым человеком и, как бы, разъяснить отношения, что он видит дальше, и что вы видите дальше, это очень важно, не нужно откладывать на потом, это вот прям должно стоять на первом месте, у меня просто всегда должен был быть порядок, вот, лично в моих отношениях, но я понимаю сейчас эту девочку, когда ты думаешь, блин, а может потом, а может не сейчас, типа, знаешь, тебе стрёмно расстаться, потому что ты думаешь, не хочу быть одна, просто у меня было такое, что я не хотела расставаться даже с одной стороны, что, блин, ну чё, а чё я одна буду, столь? Ну да, вот у меня точно так же, я думаю, блин, как без парня, что же делать, а вот сейчас я спокойно без парня, мне вообще прекрасно, слушай, Юля, реально, Ну я тебе верю, ты хорошо выглядишь и очень сияешься. Я стала вообще сиять вот без молодого человека спокойно. Блин, вот это такой показатель, вот реально, когда ты в отношениях, мне кажется, отношения не должны быть такими, в которых ты гаснешь, просто, я не знаю, превращаешься в какой-то кусочек какашки. Да. Отношения должны, не знаю, вдохновлять тебя, не знаю, чтобы ты светился весь, и мне кажется, что, когда даже люди со стороны пишут, блин, вау, ты расцвела, вот мне часто говорят то, что я расцвела, там, ещё что-то, я понимаю, что это не просто потому, что я расцвела, типа, выросла, там, губы себе сделала, ну, допустим, накрасилась хорошо, а потому что я счастлива, я счастлива в отношениях, у меня, ну, как бы, это очень важно. Да, это очень важно, я согласна с тобой, и, как бы, в отношениях так всегда, ну, в частности, так и происходит, девочки не замечают даже того, что, как бы, они меняются, причём в худшую сторону, вот именно в не очень хороших отношениях. Очень страшно, на самом деле. Да, поэтому нужно быть аккуратными с этим, я прошла через это, и уже могу давать даже какие-то советы по этому поводу. Поэтому я тебя и позвала. Да. Подскажи, что делать и как быть? С парнем давно уже в отношениях 4 года, разница в возрасте 3 года, нам не по 15, не 16, мне 19, ему 22. Я не знаю, как быть в этой ситуации, у нас вроде бы всё хорошо, но иногда я начинаю думать, счастлива ли я в этих отношениях, я загоняюсь на эту тему очень сильно, но просто понимаю, что он-то меня любит, всё для меня, а я ведь тоже люблю его, но иногда как будто угасаю. Сейчас встал финансовый вопрос, хотим жить вместе, но нет возможностей. Из-за этого часто ругаемся, говорит, что я найду лучше, чем он, он таким образом пытается порвать со мной. Помоги, пожалуйста, с вами. Вот это бесит меня, Юля, реально, я вот сейчас готова просто, вот у меня всегда так было, вот даже вот с моим парнем, вот мы просто о чём-то говорим важным. Он такой, слушай, ну может, раз у нас что-то не так, ты найдёшь и получше, иди ты в жопу со своим получше. Окей, надо говорить такое, ладно. Ладно, найду получше, давай пока, я собираю вещи, блин. Меня реально такое раздражает, но как бы если эта девочка задумывается, как бы это, это, конечно, не повод сразу заканчивать отношения, и это не точка, это повод поговорить, поговорить серьёзно. Я сколько ни пыталась вот со своим бывшим парнем поговорить, постоянно заканчивалось это либо ссорой, либо недопониманием, либо когда я говорила, давай, пожалуйста, не будем ссориться, заканчивалось типа таким, ладно, я тебя понял, ты чё сейчас будешь делать? Обожаю. Вот такое, знаешь, типа, чё сейчас будешь делать, и сразу всё, ответы на отвали, ничего не решили, в итоге вот такая вот ссора. Если финансовые вопросы, я так считаю, вот ты со своим молодым человеком должен чувствовать себя комфортно, вот пофиг девочка ты или мальчик, тебе должно быть с ним приятно, у вас должно быть ярое желание сделать друг друга лучше, делать друг другу приятные подарки без повода, элементарно, да? Это, конечно, не главное, у всех отношения разные, но я считаю, что это вот, ну, что-то не то, когда уже... Ну, это просто типа даже забота и хорошие отношения, ты даже делаешь не то, что там в подарках, а просто элементарно, там, знаешь, ну, какую-то вот маленькую такую приятную штучку, типа кофе сделать, или типа, за, я тебе чай сделала, ну, вот какие-то милые такие вещи, забота, ну... В мелочах, в мелочах, именно в мелочах, а вот в случае девочки что делать? Вот, как я сказала, либо поговорить с парнем, но в том случае, если ссоры будут частые, причём постоянные, без причины, вот как было у меня, это повод уже, если он даже на разговоры ни на какие не идёт, порвать отношения, причём очень много ситуаций, когда девочки реально влюбляются или влюбляются, но потом перестают любить и думают, что это просто чуть-чуть подугасли чувства, но привязанность осталась, и они просто угасают и думают, что любят... Самое это сложное, это понять, ты любишь человека или это просто привязанность, потому что у меня, на самом деле, так и было, я типа думала, что люблю, но когда рассталась, я поняла, что уже год, наверное, я точно, ну, типа, уже всё, то есть там не было вот этих чувств, то есть это была просто привычка, я бы так сказала. Да, да, да. Это же не то, что привязанность, а привычка, вот это вот прям... Всё обыденно, и жизнь во время вот моих отношений последние полгода казалась такой скучной, мне казалось всё таким однотипным, таким всё прям вот неадекватно скучноватым, что я думала реально повеситься, в переносном смысле, естественно, ребят, ни в коем случае я об этом не думала, ну, просто как бы в голове крутились одни и те же мысли, что делать дальше, а почему вот такой бред происходит, почему меня не понимают, я реально считала, что мой парень это единственная поддержка, я перестала во время отношений появляться на людях вообще без парня, я перестала разговаривать со своими друзьями, потому что стоял парень рядом на просьбу, Андрей, отойди, он говорил, ну всё, я тогда поехал, и постоянно вот я на таких нервах, мне это бесило так, что всё. Ну, я могу так сказать, мне кажется, что просто, типа, вы не сошлись, ну, знаешь, разные люди, и нет понимания, и я просто знаю, о чём говорю, потому что я понимаю, когда, ну, вы друг друга уважаете, любите, понимаете, чувствуете, что самое главное, когда вы друг друга чувствуете, просто тут даже бывает такое, что вам разговаривать не надо просто глазами, понятно, так, ну, типа, отожди, да, он такой, а, окей, всё, я пошёл, я отойду, я тут пока погуляю, и у него всё хорошо, он, типа, на тебя не обижается, не злится, то есть можно, ну, короче, очень важно найти своего человека, я понимаю, что многие проблемы у людей в отношениях именно из-за того, что люди разные, люди не слышат друг друга, люди не разговаривают, и, ну, типа, блин, у нас со Славой, например, есть такая фишка, мы можем сидеть за столом кушать и по очереди друг другу говорить то, за что мы друг друга, типа, бесим, то, за что мы любим, то, что нравится, чтоб устранять эти недостатки, да, то есть обязательно всегда нужно говорить, и есть, даже, и бывают какие-то моменты, когда мы со Славой, типа, поругались, но у нас никогда нет таких ссор, в которых, вот, он мне говорит, и для тебя ты виноват, так же и наоборот, то есть мы всегда разбираемся, бывает, что просто, вот я всегда рассказывал, бывает такое, что я что-то сделала, и я думаю, что я сделала хорошее, а для него это, оказывается, плохо, да, да, и это не повод, там, типа, ругаться, Просто нужно поговорить, и там, если вы чувствуете, что вы делали что-то хорошее, но оказалось, что вы сделали плохое для этого человека, просто извинитесь и скажите, что я не знала, что для тебя это будет плохо. Ну, то есть, нужно быть адекватным человеком, уважать, там, мнение своего близкого и понимать, что вы можете ранить человека. То есть, я просто знаю, у меня есть такая проблема, реально, когда я что-то говорю или делаю что-то, я думаю, что я делаю добро, а оказывается, что я сделала пипец. Ну, типа, очень плохо. Я не понимаю же этого, я же не знаю, потому что я думаю, что я делаю хорошо. Да, да. И, например, Слава говорит, вот ты сделала вот эту фигню, это плохо, то, что ты сделала и сказала. И я его постоянно прошу, если что-то не так, говори. Просто Слава такой, он, как бы, иногда может даже промолчать. Обидеться и не сказать, бывало? Ну, даже не то, что обидеться. Выводы. Он, типа, даже не выводы. Знаешь как, вот мы, например, что-то поругались, и вроде как, типа, помирились, вроде всё окей, но я понимаю, что есть вот эти недомолвки. И мы ещё не помирились так, как надо, чтобы обмена послала сюда. Не выяснили окончательно, да. И мы всегда выясняем окончательно. Но бывают такие моменты, когда Слава такой, ладно, всё, зайка, всё хорошо, окей, ну, типа, всё, нет проблем вообще. Но я-то чувствую, что нет, ещё не всё. Ну, это бабская уже. Да нет, объясни, а вот это скажи. Я максимально хочу, чтобы он сказал всё, даже то, что, возможно, меня обидит, потому что, если я это услышу сейчас, я не смогу, ну, не повторю таких ошибок снова. А у меня вот с моим парнем, как было, у меня постоянные уже сдвиги были в голове, что я его чем-то обидела. Он постоянно на что-то обижался. Какой-то я шаг сделала... Обизульки такие, я знаю. Какой-то я шаг сделала не в ту сторону, он обиделся. Куда-то я не туда посмотрела, он обиделся. Что-то я не так сказала, он обиделся. И у меня вот это была постоянно фраза, на нервозе я уже к нему подходила и говорю, что я опять сделала не так? У меня уже просто не было сил. Я подхожу, говорю, что я сделала не так опять? Карин, ты меня так бесишь с этой фразой. Я говорю, Андрей, так ты мне объясни, что я сделала не так? Я типа, просто вот... Ну, это просто, это сразу пока. Потому что у меня тоже такое было вот в предыдущих отношениях, в прошлых. Я постоянно тоже была виновата во всём. Да, да, а как? Ну, типа, я думаю, блин, ну я же такая хорошая, я это делаю, то делаю, то делаю. Я тебе никак вообще мозги не вношу, делаю, что хочешь. Я тебя даже не трогаю, но я всё равно виновата. И мне кажется, я виновата просто потому, что я. Просто потому, что ты, Юля. Да, ну типа, я просто виновата вот просто. Заочно не знаю, что я сделала не так, но я просто виновата. И от таких людей нужно бежать, потому что они вам приучают вот это вот то, что вы постоянно виноваты. Вы неправы, вы делаете это не так И потом ты начинаешь быть такой зашуганный И постоянно боишься И знаешь, начинаешь извиняться за свои всякие Разные действия Потому что уже нет сил выяснять даже Да, даже не то, что извиняться Мы когда со Славой начали встречаться Было такое, что я там, не знаю, говорю ему что-то Да даже знаешь, вот элементарно Я его прошу, там, что-то починить дома, например, сломалось И я его прошу А потом говорю, типа, блин, ну сори, что я тебя прошу В начале так было Извини, что я тебя прошу Ну, типа, блин, я просто не знаю, как это сделать Он говорит, типа, ты чё извиняешься? Типа, я это вообще, ну, я это без проблем сделаю, починю, типа, вообще окей Просто, мне кажется, по моей памяти, в моих прошлых отношениях было так Типа, сделай это, пожалуйста, почини Да, вот это вот меня вообще бесило Да, да, да Ну, это может где-то я сейчас преувеличиваю Но просто это пример такой, знаете, вот на каких-то таких вещах это пример То, что и потом в новых отношениях ты начинаешь постоянно думать Итак, сейчас я ему это скажу Блин, я не буду говорить, потому что в прошлых отношениях мне сказали, что я не провадь Вот, ты понимаешь, вот сейчас, когда я рассталась с парнем Все мои друзья заметили, даже мои родители, они говорят Карин, ты светишься, ты стала такая радостная Ты взяла себя в руки, ты начала худеть, ты стала снимать больше Вот, понимаешь, у меня вот даже вот мой Андрей, бывший вот этот парень Он меня не пускал даже в этот дом Он мне запретил общаться с Ильёй Беловым, с моим близким другом А вы вообще так давно дружите? Мы давно дружим, да, он мне просто сказал, прости, он ревновал Он говорит, прости, я тебе запрещаю с ним общаться Ну, прекрасно, как бы, замечательно И вот эти вот постоянные запреты, недопонимания Мне это вывело так, что я уже, знаешь, вот так проснулась Ничего не предвещало беды, как я просто внутри себя уже сделала вывод Это так круто, когда ты решаешь для себя, потому что на самом деле всегда очень сложно решиться Потому что ты, ну, какой бы ситуации ни была, ты все равно переживаешь, надеешься на лучшее Ты думаешь, слушай, а вдруг... И вот самое классное, я просто помню тоже момент в своей жизни, когда я проснулась и такая А нахер! Да, да, да А вот ок! Вот, и я так же проснулась, и я поняла, что все, с этим человеком у меня отношений не будет никогда Он меня сейчас начал дико раздражать, Юль, если честно Вот прям вот, вот это вот его ужасное поведение меня выводит из себя Вот эти вот его поступки, реакции А он сейчас продолжает тебя преследовать, скажем так Продолжает выкладывать что-то про меня наподобие Сегодня один месяц нашего расставания Я думаю, вот такое, знаешь... Очень тяжело ему Нет, ему не тяжело ни хера, Юль, ему насрать Да я понимаю, сарказм Просто, понимаешь, как бы пытается... Ну, это такое, знаешь, типа задеть, подковырнуть И вот, знаешь, чтобы ты не жила спокойно, дрянь такая Размечталась Вот в самом начале еще, когда первый вопрос девочки решали Говорили, что нужно всегда разговаривать Если этот парень не хочет, как бы, с тобой говорить Или у вас какие-то ссоры, недопонимания Или же ты не понимаешь Хочешь ли ты с ним связать свое будущее Или не хочешь Счастливо ты с ним, как написала Или несчастливо А зачем тогда вот это вот, я извиняюсь Просто я всегда считаю тоже, что надеяться на лучшее не надо Не нужно Это типа, когда вы с ним поговорили Вот сейчас, типа, ты когда найдешь работу, он такой Ну, не знаю, ну, я найду Потом через полгода снова такой разговор Еще через полгода снова, ну, типа, каждый раз возвращаться И вот еще, знаешь, как у меня было Ну, ты же видишь, что я ищу, что я стараюсь И знаешь, что он мне один раз сказал, вот Андрей такой говорит Карин, слушай, ну, если бы ты хотела, чтобы мы вместе нормально зарабатывали деньги Ты бы сделала меня уже давно популярным блогером Ну, как бы такие моменты, знаешь, как бы это неплохо Но я понимаю, что да, если я планировала бы связать будущее с этим человеком Я бы смогла помочь хоть как-то Но когда я вижу, что человеку насрать Что он не стремится Типа, ты не можешь помочь человеку, который сам себе не хочет помочь Которому не нужна эта помощь Но при этом он на словах такой Блин, я стараюсь, блин, вот так Блин, я тебе сделаю лучше, то-то-то И я понимаю, что меня просто задуру держит И все Ну, главное вовремя понять, что это все фигня И вот по поводу думать вообще, счастлива ли я в отношениях Как мы уже сказали в начале Что, ну, как бы, мне кажется, такого не может быть вообще Ты либо счастлива, либо ты не счастлива Да, да, и вот заголовок, Юля Я, конечно, дико извиняюсь Подглядела Просто ужас, а не отношения Так назвала девочка заголовок Но тут сразу можно было не читать историю и по заголовку понять Нужно ли продолжать отношения или нет, раз они ужас Ну, я думаю, что она сейчас сама как-то уже поняла Ну, я думаю, да В общем, три года назад я познакомилась с мальчиком И он мне понравился Мы общались не особо долго Но привязанность к нему я чувствовала И, в общем, начали встречаться Сначала все было хорошо Но спустя полгода наших отношений Стал проявляться абьюз в отношениях Он запрещал мне выпить, гулять с подругами Общаться с моей самой близкой подругой Постоянно говорил, какая она ужасная И как она меня портит Вот у меня точно так же У меня лучшая подруга Мы 12 лет общаемся Зато мой бывший парень говорил Не надо с ней общаться Я ее терпеть не могу Он лучше знает, что тебе нужно Он мог даже поднять на меня руку При каждом конфликте Говорил, что во всем виновата я Истерил и так далее Ревновал меня абсолютно ко всем Чистил постоянно мой телефон Пытался там что-то найти И, в общем, когда мы встречались почти год Я узнала от его друзей, что он мне изменил Я плакала долго и много плакала Но в итоге простила Что за херня? Что за бред? Простить! Боже мой! И ты представляешь, ведь такое бывает Я... Короче, ладно, дальше Простила Его отношение ко мне стало еще хуже Он мог спокойно обозвать меня шлюпой Когда у нас было полтора года Он перестал со мной общаться практически на неделю А потом мы встретились И он сказал, что ему понравилась другая девушка То есть все это время он общался с ней Не знаю, может было что-то Ну, в общем, после этого я бросила То есть до этого как бы все было еще Он был моим первым половым партнером Он, считай, заставил меня на это пойти Сейчас я жалею об этом Ибо это было довольно рано После расставания выяснилось, что он фотографировал меня во время с... И разослал всем своим друзьям А они своим друзьям и так далее Сказать, что я была разбита Это не сказать ничего Эти отношения просто растоптали меня и мою самооценку Сейчас у меня все хорошо В моей жизни год назад появился человек С которым я по-настоящему счастлива Мне очень интересно, что ты думаешь по этому поводу Думаю, тебе есть что сказать Конечно же Девочкам, у которых было подобное Желаю любить тебя Ведь ты у себя одна такая прекрасная Таких плохих людей Просто слать куда подальше Вот и весь совет Таких людей нужно слать куда подальше Ну, мне хотелось прочитать эту историю Несмотря на то, что как бы девочка не нуждается сейчас в совете Но это хороший показатель Ребят, вот вам показатель Что значит абьюзивные отношения Просто отвратительные Когда человек не считает тебя Человеком Человеком Да, своей второй половинкой Близким человеком Это типа знаешь, как у тебя есть, например, собачка И ты сам решаешь, что ее там нарядить Да, да, да Вот Он сам все решал Хочет он, не хочет На неделю пропадает, не пропадает Изменить, не изменить Сфоткать, не сфоткать Девочка ему доверилась Блин, это дрэш Просила вот эту Блядь Ребят, у меня слов нет Просто это описать Это такой трэш Вот вначале Я хочу, чтобы все подписчики Юли, мои подписчики Были просто опытнее Чтобы они понимали, что такое Нужно перепрыгивать Как Знаешь, вот мы как сейчас родители Сидим и даем советы Да, да Когда мы уже прошли Хотя бы чуть-чуть через это Я не могу сказать, что я суперопытная Что мне там, я не знаю, 40 лет Я тоже так всегда говорю Но в любом случае у нас есть хоть какой-то опыт Который мы можем поделиться И совет Самое главное Ребят, не ведитесь вот на такое Как бы предательство Они будут в вашей жизни миллион раз Я уверена и в моей, и в Юлиной жизни Ну дай бог, чтобы не было, конечно Ну конечно Но с таким мы еще не столкнемся, я думаю Да, да, да К сожалению И не нужно вообще ни в коем случае Обращать внимание вот на таких даже парней Если вы понимаете, что уже идет что-то не так Что он как-то себя ведет по отношению к вам Не так И вы уже чувствуете, что вы к нему немного привязаны Срочно обрывайте все концы Просто не нужно дальше связывать Дальше будет только хуже Я думала вот в отношениях, что У меня все будет прекрасно дальше Все наладится, мы поговорим Ребят, стало только хуже Короче, да Я всегда считаю, во-первых, не надейся на лучшее Либо ты видишь, что человек тоже работает над отношениями Любит тебя, старается для тебя, для ваших отношений Либо он этого не делает И делать не будет Да Просто не будет Это вы просто тратите свое время По поводу того, что Меня больше всего поразило то, что он фотографировал во время Ну, интима Занятий, да, да, да Ну это что за бред? Я не знаю, но для меня это очень как-то типа чего? Это как бы достижение, знаешь Если бы мне какой-то мой знакомый Или вообще кто-то показал фотографию Где он сфотографировал из-под тяжка Я бы к нему поменяла как бы мнение Я бы не стала с ним дальше общаться Потому что Ну да Я не понимаю, вот как бы Он считал, что это правильный поступок Когда он показывал своим друзьям фотографию Ну как бы девочка доверилась парню Я вообще не понимаю, зачем? Ты знаешь, для меня это вообще так странно Я вообще не понимаю Какой прикол вот в этом? Ну показал, ну занимались любовью И чё? Прикола нет Прикола вообще никакого Просто так И сути никакой Как бы он решил повыпендриваться перед своими друзьями Что у него что-то когда-то было Или что? Как бы В моём понимании Если кто-то показывает кому-то какие-то фотографии Он должен показывать их, возможно, с гордостью Смотри, вот это моя девушка Она не твоя Я её люблю И жопа голая Не жопа, конечно Ну что-то такое там, я не знаю Это моя Посмотри, какая хорошенькая Ну да Ну типа, не знаю Мне непонятно вообще на самом деле Когда парни таким занимаются Потому что, конечно Когда вы встречаетесь Вы можете там что-то такое пофоткать Вместе там Ещё друг другу скидываете фотки Это нормально Ну типа, все такое делали Но мне непонятно Когда человек это потом может кому-то отправить Показать Это же так оскорбительно В первую очередь Мне кажется, оскорблять это Не того, чьи фотки ты показываешь А тебя показывает то, насколько ты гнилой человек Ну, для меня это просто фу, мерзость Ужасно То же самое, что когда вы расстаётесь с парнем И он начинает про тебя гадости рассказывать Всем подряд Как бы ты сам встречался с этим человеком Типа да, в этом же и смысл Почему ты такой тогда лох Раз ты встречался с такой плохой девушкой Вот эта вот логика, знаешь Ещё в подростковых отношениях Постречались, постречались Слушай, ну она чмо Она там не такая Она ужасная Как бы, ну а нахера встречаться было Ну или, возможно, ты сделал выводы Ну так нахера их всем рассказывать Все люди разные Вот это бред вообще Да Просто вот А что у тебя вот такого абьюзивного было Помимо того, что тебе вот запрещал Ну, дружить с кем-то Не общаться Он говорил что-то, типа Не носи вот эти вещи Нет, вот про вещи Он мне всегда говорил, что ты красивая Давал мне советы Но я как бы тогда не следовала Там, знаешь, не хотела менять стиль Ничего Он мне говорил, типа Вот носи вот эти платья Там вот это то-сё, пятое-десятое Я сама ходила там по салонам Сама вот как бы я всегда ухаживала И буду ухаживать за собой Ему это нравилось Да Но были намёки на то, что он говорил Как бы ты такая толстенькая уже стала Или тебе пора читать там книжки Или я там, я не знаю, тебя чему-то научу Я знаю, что ты это не знаешь Возможно, именно вот в этом плане Он хотел сделать меня лучше Но иногда он намекал на то, что я не очень Что я какая-то там немного туповатая Или, ну знаешь Моя любимая Вот такой бред Я иногда считаю, что ты тупая Я говорю, прекрасно Я иногда считаю, что ты придурок И что мне делать с этим? Ну, короче, разное бывает Но на самом деле у меня Я не могу сказать, что у меня были прям Какие-то абьюзивные отношения Да Как бы сейчас точно нет такого Наоборот Блин, меня так поражает То есть я понимаю, что иногда даже есть Какие-то вещи там Которые я сама не хочу надевать Поскольку они, ну, очень откровенные И мне самой уже как-то Вот, он не запрещал Вот, я забыла Он не запрещал носить, короче, откровенные вещи Вырезы там какие-то Ну да, ну вот я могу Ну типа Слава к этому нормально относится Потому что Мне кажется, это знаешь Типа уверенный в себе человек Никогда не будет тебя ревновать Запрещать Что-то такое Потому что он знает, что Ну типа от того, что будет немножко видно Мою грудь в какой-то там кофточке Да Это же не значит, что я сразу убегу К другому парню Или там еще что-то Ну то есть, не знаю Наоборот, мне кажется Настоящий мужчина, который любит свою женщину Он будет гордиться Если рядом с ним будет идти красивая Секси чика Ну типа это же класс Конечно, это прекрасно Когда Ой, слушай, вот этому не пиши У меня была ситуация, короче У фотографа моего С которым я давно работаю Ну, депрессия как бы была Он не мог долгое время обрабатывать фотографии Ну как бы просто Впал в такой стукор Бывает такое, да Я ему пишу Привет, слушай, у тебя все хорошо? Я за тебя волнуюсь Как у тебя дела? Как бы просто поинтересовалась у человека У меня врывает телефон Андрей Ну, мой бывший парень Зачем ты ему написала? Я говорю, ну как бы Начинаю опять оправдываться Вот это вот ужасная ошибка Постоянно оправдываться Так делают все девушки, я уверена Я ему говорю Он такой Понятно Ну пойдем тогда ужинать И все И как бы вот такая вот ситуация То, что вырывание телефона И знаешь, из-за чего мы расстались-то? Мы ночью Когда уснули Он просыпается Или даже не спал Я не помню И просто весь телефон мой прочитал Все, все мои переписки с лучшей подругой Все мои фотографии Всю мою фотопленку Все-все-все-все-все Личное пространство Все, да Личное пространство пока И тогда я поняла, что Да И тогда я поняла, что все До свидания Слушай, меня на самом деле Очень сильно пугают мужчины Которые все запрещают Да Для меня это на самом деле Очень даже грустная какая-то история Особенно, когда девушка идет на поводу Соглашается со всем Я просто понимаю, что Есть ситуации, с которыми Ты можешь согласиться Вот, например, мне Слава скажет Типа, ну, Зай, пожалуйста Там, ну, не ходи голая Ну, да Ну, типа, как бы Я понимаю, что Это вообще окей мне это сделать Я согласна Я, ну, я и сама, в принципе Могу и не ходить голая И не хочу ходить голая Ну, конечно, конечно То есть, есть как бы Адекватные моменты Которые парень там Или девушка просит не делать Просто потому, что Им это неприятно Просто меня, ну, вот Обижает, когда ты так делаешь Там Ну, типа, это как, знаешь Если бы я Славе сказала Там, не пиши Всяким другим девушкам Что они красивые Ну, как бы Мне немножко неприятно Ну, как бы Напиши просто, типа Классная фотка Ну, допустим Это просто пример Это то, что в жизни И, как бы, бывают вещи Которые просто тебя обижают Но, в целом Ты не запрещаешь Что-то прям сильно А есть, как бы, моменты Когда тебе запрещают Реально носить это Ходить туда Это, там, не делай Туда не езди С этим не общайся Ну, то есть, для меня Это ужас Потому что Очень часто девочки Не понимают И, как бы, соглашаются с этим Потому что думают Ну, ладно Чё мне сложно Чё мне сложно Ужасно Или ужасно А потом, в итоге Они, понимаешь Просто я как к этому отношусь Типа, особенно Когда парень запрещает Как-то красиво одеваться Я просто Почему против этого Мне ни один парень Никогда в жизни запретит Вот прям вот По-серьезки, да Что-то Я могу прислушаться И, ну, как бы Если это адекватно Согласить Конечно Но вот так вот Чтобы прям по-серьезки Запрещать мне Так жить, как я привыкла Как я хочу жить Никто не запретит Никогда Потому что Знаете такую фигню Парень тебе все запрещает Ты превращаешься В серую мышь Потом он тебя бросает Но начинает мутить С Кариной Ну, типа, посмотрите Ну, или со мной Мы две классные чики Ну, как бы Ну, мы классные Реально, ну, блин Это знаешь Как логика вот этого Моего бывшего парня Поэтому я буду краситься Ухаживать за собой И носить то, что мне по кайфу Потому что я чувствую себя Так классной Я согласна полностью Поэтому, да Самое, мне кажется, жесткое Это когда реально Из тебя делают серую мышь А потом Ты такая серая мышь Остаешься одна И не знаешь Как себя взять в руки Потому что ты уже много лет Или сколько-то там Не знаю Сидишь вот в этом состоянии Тебе ничего нельзя Ты не знаешь Что такое вообще там Губы накрасить Ну, грубо говоря, да? Да И знаешь, когда из тебя Парень пытается сделать Пареньку А потом ты обращаешь внимание На то, что он сам смотрит На тех девушек Которые ходят там В шортах Которые, например Он тебе запретил носить Или с вырезом Который он тебе запретил делать Ты думаешь Черт его возьми Где здесь логика Это вообще Я, кстати, тоже об этом Очень, ну, не часто думаю Но знаю такую фигню И я даже со Славой Как-то об этом болтала Я говорю, блин Вот почему Типа парни могут Запрещать своей девушке Носить вот такую одежду Но при этом Смотрят на девушек Которые носят такую одежду Я вообще не понимаю Как бы Он как бы мне что объясняет Что, типа Одно дело посмотреть На другую девушку И подумать, типа, класс Но при этом У тебя нету желания Ну, у кого-то не знаю Как У кого есть желание Чтобы твоя девушка Так выглядела Ну, типа Потому что твоя девушка Это, типа, возможно Будущая мать твоих детей Да, возможно Она такая чудо Чистое, прекрасное Солнышко То есть Это я тоже могу понять Но Кто мне запретит И одеваться так, как я хочу И при этом быть Чистым солнышком До свидания Матерью детей Поэтому Вот так Вот такой вот бред Поэтому Просто не знаю Мне кажется А еще, кстати Знаешь, что я смотрела Я не помню, что это было Но там говорили о том Что, типа, чуваки Парни Которые Вот как раз Абьюзеры У них есть какая-то фигня В голове Что Даже не то, чтобы там Не то, что там Насилие какое-то Ну, типа, они могут Поднять руку на девушку Как раз эта история И была Я просто к тому, что Вот как раз-таки Я смотрела про Вот Была вот эта тема С домашним насилием Да, то, что И там как раз-таки Говорили о том Что чаще всего Именно абьюзеры Там, вот мужчины Да Которые все запрещают Они больше склонны к тому Чтобы ударить, типа, девушку Да Вот это я Ну, как бы Я не профессионал в этом плане Да, не разбираюсь настолько Чтобы говорить Но вот я такое слышала И поэтому Девчонки Я не знаю Это, ну, страшно Вообще Надеюсь, что у всех Все будет хорошо И надеюсь, что вы не будете Встречать таких людей На своем пути И если и встретите То быстро поймете Что это за человек И с ним покончите Потому что Мало ли что И Ну, короче Я согласна Я согласна, Юль, с тобой полностью Как бы Если на меня бы Когда-то человек Поднял руку Я бы Ну, я не знаю Я, возможно, и понимаю Этих девушек, да Очень понимаю Когда на них поднимает руку Тот, кто им очень нравится, да И они считают себе Блин, ну а зачем Ты так Зачем Надеются, что все наладится Что все будет хорошо Я все равно не могу понять Даже если ты очень сильно Любишь человека Это знаешь, как бы Сейчас бы пришел Слава Просто по башке И меня ударил Потому что я там Борщ не приготовила Нет, такое это невозможно Как я могу с этим Ну, правильно Типа, как я могу с этим Согласиться Или подумать Ну, ладно Он это так Просто Сегодня день тяжелый Да, пофиг Там, сгоряча Конечно, мы над этим Не подумайте Мы над этим не смеемся Это все ужасно Просто мы сейчас Как бы так Чтобы не расстраиваться сильно Не входить в депрессию В таком вот С таким настроением Все это обсуждаем Конечно, это ужасно И насилие Это вообще кошмар И просто Я даже не хочу Эту тему как-то углубляться Это отвратительно Сложно И Мне кажется, что У парней, которые Ну, сами Как бы на это способны Какие-то сдвиги Просто в голове Произошли Потому что Ну, как можно Поднять руку На человека Которого ты считаешь Своим Ну, как бы Ну, или даже Знаешь, вот представить Помнишь, мы с тобой Говорим Поставь себя На место этого человека Вот представь, что Это, типа, например Там, твою мать На твою мать Подняли руку Ну, то есть Вот парень Который бьет Свою девушку Пусть думает Сюда о том Что эта девушка Когда-то станет Там мамой И вот просто Подумая о том, что ты бьешь Вот, ну, пусть еще не родила Но учу-то маму Ну, то есть Не знаю Это кому-то Может так психологически Легче не поднять руку Я не знаю Ну, понятно Психом всяким Самосяцем Ну, это ненормально В общем, ребят Я думаю, так Это прекрасно понимают Ну, конечно Просто как бы Нужно быть аккуратными Это очень важно Да, и мы очень надеемся Что никто не будет попадать В такие ситуации Потому что, конечно Это все очень страшно Ну, в общем Девочка пишет Что эти отношения Растоптали самооценку Но сейчас все хорошо Это главное Да, я считаю Что вот все Даже сложные моменты в жизни Это опыт И иногда даже Конечно же Понятно, что Чаще всего опыт Бывает очень болезненный Чтобы ты вообще поняла И там Какой-то урок Извлекла из ситуации Для себя Поэтому Ну, можно так сказать Все, что не делается Все к лучшему И главное Что сейчас все хорошо Не знаю Надеюсь, что Кому-то мы смогли помочь И девочка сама дала Очень важный совет В конце Сказала, что Девочка, не ведитесь на такое И будьте аккуратными И любите себя Любите и себя И партнера Который любит вас И у вас все взаимно И вы чувствуете себя Открыто и спокойно с ним Это важно Блин, ну Короче, спасибо тебе Бальцом Карина Не знаю Мне очень понравилось Мы на такой вообще Одной волне Даже, знаешь Я вот переживала Взывать в эту рубрику Кого-то Потому что я думала Ну как Сейчас мы начнем ругаться Разное мнение Мы, ребят, если честно С Юлей чем-то похожи Реально У нас какие-то взгляды Мне, кстати, кто-то Как-то писал Что мы с тобой похожи И я, кстати, знаешь Мне кажется Что мы с тобой похожи Как раз-таки Когда я была в твоем возрасте И вот как раз Когда я ресницы делала И вот тоже У меня темные волосы Темнее были Ну, не знаю Вот что-то как будто бы Как будто бы Что-то связывало Да-да-да Типа, вот не знаю Я тоже чувствую Что как будто Ну, плюс еще Ты армянка Я грузинка Ну, как бы Это вообще моя тема Так у меня папа Наполовину грузин Наполовину армянин Так что я Тогда понятно Чем мы так сдружились Короче В общем, я хочу сказать Огромное спасибо Карине в первую очередь За то, что она приняла Участие в этом моем эксперименте Все-таки Такие темы Поднимать очень важно Чтобы девчонки Там и мальчишки Тоже знали Че, как, куда И не совершали Никаких ошибок Спасибо тебе огромное Да не за что, Юля Юль, тебе спасибо В первую очередь И спасибо ребяткам Что досмотрели это видео До конца И сделали соответствующие Выгоды Да, и еще, кстати В этом же видео, конечно Расскажу, что На канал Карине Мы сняли тоже видео Обязательно посмотрите его По ссылке в описании Я уверена, что оно вам понравится Оно офигенно И там столько откровенностей И, честно говоря Я так переживаю За, ну, тему Которую мы там поднимали Но Кстати, но там есть Такая еще небольшая неловкость Когда мы только увидели Очень небольшая Мы как бы еще как-то Немножко уже сговорились Так, пообщались Дружились Да, и можете там понаблюдать Мы там все равно Как бы так это уже Немножечко такие замкнутые Но это очень круто Там прям так интересно Все запечатлили А еще зацените У нас одинаковые сережки Серьги, да Я думаю, все уже и так заметили Ну, мы очень похожи, реально Короче, ладно, ребят Спасибо огромное за просмотр Надеюсь, что все было классно Ставьте лайки Подписывайтесь на наши каналы Будьте счастливы, здоровы Всем пока Пока